Всем привет! Меня зовут Снежа, добро пожаловать на мой канал. Как вы видите, у меня здесь прекрасная база. Это Алена, которая уже здесь сидит шестой час. Я делала с ней подробное видео о том, как можно обесцветить очень длинный, почти десятилетиметровый корень. И если вы хотите посмотреть это видео, вы можете его приобрести на моем сайте. Все вырученные средства пойдут на новые обзоры и на съемки нового обучающего видеоролика, потому что вообще-то оператору я плачу деньги, если вы не в курсе. Это я не буду вставлять. Это мне стоит знать. Почему? Не знаю. Люди думают, что я зарабатываю миллионы. Мне люди пишут, тебе инстаграм платит деньги за то, что ты публикаешь публикации. Это не так. Если бы так было, было бы все по-другому. Катерина не хотела это вставлять, но вы должны об этом вставлять. Тут было бы два оператора. Нет. Суть в том, что я хочу выполнять окрашивание этого прекрасного года. Я так понимаю, что это видео уже выйдет в новом году, правильно? Who knows, who knows? Но суть не меняется. От лет 20-го года у нас вот этот синий, темно-синий цвет. Соответственно, сегодня мы будем красить именно в него. Погнали? У меня слово поразит. Давайте мы придумаем другое слово, которое я буду говорить перед тем, как я буду что-то делать. Цвистать всех наверх! Или, может быть, банановая кожа. Банановая кожа! Вперед! В этом окрашивании я буду использовать три цвета. Синий цвет от Palpry от Nightfall. Нуар. И основным цветом будет цвет Sapphire Blue от Joyka. И еще я буду использовать бесцветную основу. На прикорневой зоне будет смесь из черного и синего, а на длине будет смесь Sapphire и немножечко черного Palpry. Это делается для того, чтобы синий на длине был более мутным. Таким более холодным. Но, типа, если его не добавлять, если черный цвет не добавлять в синий, то оттенок получится слишком интенсивно синий. А нам нужен именно такой приглушенный синий. Холодный синий. Сначала я начну наносить краситель на прикорневую зону. У меня уже коктейли готовы. Вот мои коктейли. Это корни. Вам, наверное, не видно. Вот, смотрите. Вот, что за... О, смотри! Ммм, какой цвет! Чем пахнет? И второй цвет на длине. Банановая кожа! Ха-ха-ха! Алёна, ты работаешь татуировщиком Е. Расскажи, пожалуйста, каково это быть тату-мастером? Сколько лет ты занимаешься этим? Можно по одному вопросу. Нет, нет, нельзя. Можно забить 350 тысяч разных вопросов и задать Алёне, чтобы она не ответила ни на один. Сколько лет? 2016-го, получается, это три. Скоро четыре. В феврале будет четыре года. Как? Что самого крутого в твоей профессии? Не знаю. Ну, наверное, самореализация и общение с людьми. Достижение каких-то своих целей. А ты училась рисовать куда-нибудь? В школе. Ну, я пыталась учиться, но меня обычно не устраивало то, что мне говорили делать. Я делала наоборот, меня за это ругали. Но всё равно я закончила учёбу в художественной школе и художественном лицее. Тебе было сложно рисовать сначала на бумаге, а потом на людях? Или всё-таки это не так сильно отличается? Кардинально отличается. Потому что все люди разные, и кожа у них тоже разная. Всегда очень ссыкотно начинать работать. Потому что ты можешь всё, накосячить и всё испортить. Обожаю всё портить. Обращать за татуировкой. Тебе были ссоры с клиентом? Да. До драки доходило? И пасики были. До драки? Нет. До драки не доходило. И какие ссоры? До словесных перепалок доходило. Ну, типа, ты не стоишь столько денег или там. А я не буду тебе платить. Я заплачу потом. А деньги в лесу кидали? Как некоторые. Мне на карту переводят. В лицо не кидали. Твоя мечта была стать татуировщиком? Нет. А кем ты хотела стать? Я хотела стать машинистом поезда. Серьёзно? Машинистом поезда? Да. Это мечта, которая может... Dreams come true. Мечта, которая теперь может осуществиться. Я знаю, с прошлого года, по-моему, можно женщинам водить поезд. Но до этого это было неосуществимо. Почему татуировщиком ты решила стать? Моя бабушка меня надумила. Бабушка слиёт? Ну, вообще, да, моя бабушка сказала, почему бы нет. Сейчас все делают татуировки, и мне кажется, что у тебя бы получилось этим заниматься. Давайте я, типа, финансово помогу, и ты начнёшь работать. Конкуренция большая? В Питере нет. Ну, просто у Алены есть свой собственный стиль. Да, тут сложно как-то сказать, что есть конкуренты. Возможно, конкуренты вообще в принципе татуировки. Не знаю, цветные. Ты дружишь с другими татуировщиками? Я стараюсь. Я стараюсь, дружусь. Тебе влюблялся к клиент? Не знаю. Ты делала татуировки в интимных зонах? Один раз. Где? Короче, в рифм ответить на это всё. Ну, там. 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 В том самом месте. Да. Я делала там вишни. Ну, типа, стандартно. Там не самая удобная кожа, мне кажется. Нет, там нормально, на самом деле. Ну, типа, удобная и нормальная, короче. А было неловко? Нет. Это же работа, типа, задача сделать такую же... Да, на работе ты работаешь. Ты, типа, такой, ну, окей. Главное, чтобы гривны платили. Мне кажется, что просто те люди, которым было бы неловко делать татуировку в таком месте, они бы не стали делать, если там они слишком от каких-то предрассудков у них есть личные. Какая самая тут странная татуировка, которую ты делала? Да, по сути, всё, что я делаю, чуть-чуть странновато, потому что у людей все идеи какие-то с привавахом чуть-чуть. Какая самая популярная татуировка, которую все хотят, но которую ты не делаешь? Вот сейчас, знаете, по каждый год есть какой-то тренд, типа, тренд на какую-то хрень. Волк воёт на луну, а какой-нибудь... Драконы. Дракон. А птички всякие и фразочки. Ну, короче, я такие татуировки вообще не делаю, и ко мне не идут люди за такими татуировками, то есть за таким масс-маркетом ко мне не идут. Слышали вы? Масс-слышали. Масс-маркет надпись? Ну, короче, да. Сейчас тебе скажу, подожди. С перьями на весну. Масс-маркет надпись. Там у меня это, зеленое. Ты про меня? Я закончила. Е! Я надеюсь, что в новом году, не знаю, что произойдет, я не знаю. У вас есть какие-то планы? Я хочу вас поздравить просто с праздниками, со всеми. Этот тот самый цвет, который цвет нового года. Все ли будут краситься в синий, как вы думаете? Коралловый год, допустим, был популярный действительно очень сильно. Отдыхайте, либо работайте в выходные. Я не знаю, просто когда выйдет этот видос. В любом случае, с праздником! Всем пока!